Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Познакомимся с Западной Арменией. Аяз. Азербайджанские войска остаются на базах под порухом. Весь день напряженная обстановка. Турция играет на двух струнах во время российско-украинской войны. Тиран Локмагетян. Минобороны Армении опровергают сообщения турецких СМИ о том, что Армения поставляет в Россию оружие для использования против Украины. Культура ковроткачества живет в Минацминде Джавах. Шахматисты, представляющие Армению, выиграли второй тур чемпионата Европы по шахматам. Центр искусств Шарля Азнавура открывается в Монтини-Лебертон, Франция. Аяз – город, крепость в Киликии. В Западной Армении он назывался Агея или Эгея. Во II веке называли Адриана. Высокое развитие она получила в период Киликийского армянского государства. Будучи поместьем армянского царя, город стал крупным центром международной торговли и ремесел под покровительством Рубиняновых и Тумянов. Современники называли его золотым якорем армянского государства, портом армянского царя. В 1522 году османский султан завоевал Аяз. Армянская жизнь в Аязе активировалась в конце XIX и начале XX веков. Однако армяне Аяза были в основном уничтожены во время геноцида в 1915 году. 28 марта существенных нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Оперативно-тактическая обстановка оставалась напряженной. Азербайджанские войска остаются в районе Пороха. В течение дня изменение позиций не зарегистрировано. Вооруженные силы Арцаха предприняли дополнительные меры предосторожности. В то же время ведется работа с командованием российских миротворческих сил, направленная на возвращение азербайджанской стороны на исходные позиции. Призываем всех сохранять спокойствие и следить за официальными новостями, говорится в заявлении информационного штаба Арцаха. Западная Армения осуждает агрессию против ее суверенной территории и напоминает Азербайджану о соблюдении международного права. Азербайджан является государством, которому при подписании Северского договора было сообщено, что любая агрессия против Западной Армении и ее населения ставит под сомнение его легитимность как государство. В эфире телеканала Western Armynia TV тюрколог Тиранлук Мегазиан проанализировал позицию Турции в российско-украинской войне, отметив, что Турция ведет себя классическим образом, так как является членом НАТО. Она показала своими действиями, что не примет действия России и даже помогла Украине оружием. Но с другой стороны, Турция не участвовала в санкциях против России. Это типичный турецкий подход, игра на двух струнах. Это активный нейтралитет, на котором можно учиться с дипломатической точки зрения. Не исключено, что эти шаги Турции согласовываются с Западом. Они используют его как последний мост. Касаясь основной причины приема платежей за российский газ в рублях, он отметил, что таким образом делается попытка противостоять западным санкциям. В данном случае Запад руководствуется двойными стандартами. Они вводят общие санкции против России, но не вводят санкции по вопросам, которые им вредят. Турецкий канал Haber Global утверждает, что Армения передала России четыре боевых самолета Су-30 для использования в боевых действиях против Украины, ссылаясь на источники в турецкой разведке. Минобороны Армении заявило, что эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. Согласно сообщению, все эти самолеты со всем оборудованием находятся в Армении. Минобороны Армении также опровергло прозвучившее на том же телеканале утверждение о том, что наемники из Сирии прошли через Армению в Украину для борьбы с Россией. Западная Армения выражает свое недовольство этой ложной информацией и хочет напомнить оккупирующему турецкому государству, что стиль вовлечения в войну сирийских наемников подходит только ей и ее младшему брату Азербайджану. В Ниноцминском образовательно-культурно-молодежном центре прошло мероприятие под названием «Культура ковроткачества живет». Студенты группы ковроткачества представили происхождение армянского ковра через интересный исторический обзор, который сопровождался армянскими песнями и танцами. По словам организаторов, перерождение ковроткачества в Джавахке получило в 2014 году, когда в Ниноцминде был открыт образовательно-культурный молодежный центр. На мероприятии присутствовали педагогический коллектив образовательно-культурного центра, общественные и культурные деятели и другие. Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступление на индивидуальном чемпионате Европы. Баллы разделили Артур Довтян, Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, Мамикон Горибян. В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Брежице, Словении. Он стартовал 26 марта и завершится 7 апреля. Состоит из 11 раундов. Во французском городе Монтини-Либертон официально открылся Центр искусств имени Шарла Азнавура. Как сообщает фонд Азнавур, на церемонии открытия присутствовали соучредитель фонда Николай Азнавур, директор фонда Кристина Азнавур, высокопоставленные представители департамента региона Ильде-Франс. Центр представляет собой уникальное пространство, где молодежь может выразить свои творческие мысли, стать ближе к искусству. В центре есть большой концертный зал, большая студия звукозаписи, театральная и танцевальная студии и другие профессиональные классы. На данный момент количество студентов, принятых в центр, составляет около 1800 человек. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!